В 1801 году армия Наполеона вернулась из египтского похода. Он был авантюрным и победы не принес. И все же та кампания сыграла огромную роль для истории, истории искусства. Она позволила европейцам открыть для себя культуру древнего Египта. Дело в том, что войска Наполеона Бонапарта сопровождала целая армия ученых и историков. И материалы, собранные ими в походе, стали прекрасной базой для создания института Египта в Париже. Он был открыт в 1798 году, а Францию охватила египтомания. В моду вошли кашемировые шали, кальяны, вышитые остороносые туфельки и массивные золотые украшения в восточном стиле. К восточной или ориентальной теме охотно обратились литература и живопись, что привело к рождению нового художественного направления под названием ориентализм. Одним из первых произведений этого стиля в живописи стала картина Жанна-Огюста Доминика Энгра «Большая адолиска». На Востоке Энгр не бывал никогда. Он родился в Монтебане, на юго-западе Франции, учился в Париже, а затем провел почти два десятилетия в Италии. Именно в Италии в 1814 году Энгр работала над полотном «Большая адолиска». Он писал ее по заказу королевы Неаполя Каролиной. Она была младшей сестрой Наполеона Бонапарта. Адолиску она так и не забрала. Империя пала, и Каролине стало не до живописных полотен. Впервые Энгр показал «Большую адолиску» на парижском салоне 1819 года. Публике картина не понравилась. Живописца обвиняли в формальном поиске красоты ради красоты, а также в незнании элементарных законов анатомии. Специалисты насчитали у адолиски три лишних поясничных позвонка и отметили, что ее правая рука слишком длинна, левое бедро вывернуто под неестественным углом, а грудь при таком ракурсе попросту была бы не видна. В подобных просчетах мог быть увлечен любой другой художник, но только не Энгр. Он, ученик самого Жака Луи Давида, лауреат Римской премии, был известен как самый талантливый выпускник Французской академии художеств. К тому же Энгр всегда отличался особой тщательностью в исполнении рисунка, утверждая, что именно рисунок составляет три четверти успеха живописи. Он часто повторял, хорошо нарисованная вещь, в результате будет и хорошо написано. Несомненно, что если его адолиска и обладала анатомическими аномалиями, то они вовсе не были ошибкой мастера. Напротив, если он и нарушил законы, то намеренно, о чем свидетельствуют подготовительные рисунки и этюды к картине. Живописец Жан-Огюст Доминик Энгр не раз признавался, что терпеть не может анатомию. Эту науку хирургов, о которой невозможно думать без отвращения. Несмотря на многочисленные зарисовки с натуры, он предпочитал не вникать во внутреннее устройство человеческого тела, которое пахнет трупом и низводит самое прекрасное творение Господа до обычной материи. Он намеренно изгнал из своих полотен все, что нарушает и уничтожает красоту тела, боль, старение и смерть. Художник и не стремился создать портрет реальной обнаженной женщины, имеющей правильные пропорции. Отвергнув законы анатомии и святотени, удлинив спину и руку, Адалиский художник воспевал гимн идеальной, торжествующей и волнующей красоте. Зрителей удивило лицо Адалиски. Его классические черты вовсе не соответствовали облику восточной женщины. Впрочем, этот факт смутил публику гораздо меньше. Никто и не ожидал, что академист Энгар, влюбленный в работы Рафаэля, выберет в натурщице настоящую обитательницу Гарема. Ориентализм был лишь поводом, открывая возможность художнику 19 века, легально изобразить обнаженную натуру, не прибегая к образам античности и мифологическим сюжетам. Источником вдохновения для Энгара стали классические шедевры. Поза Адалиски напоминает позу мадам Рекамье с полотна, написанного учителем Энгара Жаном Луи Давидом, а голова Адалиски, украшенная замысловатым тюрбаном, отсылает воображение к картинам эпохи Ренессанса. Восхищаясь гением Рафаэля, Энгар словно соединил в своей Адалиске образы двух его полотен – портрета Форнарины и Мадонны в кресле. Своё преклонение перед Рафаэлем Энгар выразил и в полотне «Рафаэль и Форнарина». Он писал его в том же 1814 году, что и «Большую Адалиску». Головку Форнарины, возлюбленной Рафаэля, художник повторяет в повороте головы своей Адалиски. Энгар разместил в композиции картины источники своего вдохновения. На Мольберте установлен незавершенный портрет обнажённой Форнарины, а в глубине ателье видна картина Рафаэля «Мадонна в кресле». Торжество классики Энгар дополнил элементами модного восточного колорита. Это роскошные опахалы из павлиньих перьев, лежащие на подносе принадлежности для курения, эффектные драпировки и изысканные браслеты. На протяжении своей долгой жизни Жан-Огюст Доминик Энгар возвращался к ориентальной теме не раз. В 1839 году в полотно Адалиска с рабыней он включил ещё большее количество деталей, связанных с темой Востока. Однако образ золотволосой героини по-прежнему напоминал зрителям об искусстве итальянского возрождения. И не только. Дело в том, что поза, спящая Адалиски, повторила композицию более ранней картины самого Энгра «Спящая из Неаполя». Та картина была написана в 1809 году по заказу короля Неаполя, маршала наполеоновской армии, Мюрата, женатого на сестре Бонапарта. Спящая из Неаполя должна была стать парой к большой Адалиске, заказанной его супругой. Однако картина бесследно исчезла в 1815 году во время разграбления дворца. Замысел Энгра сохранился лишь в предварительных этюдах и его более позднем рисунке, сделанном по воспоминаниям. Свою последнюю картину с ориентальным сюжетом «Турецкие бани» Жан-Аугюст Доминик Энгр завершил в 1864 году в возрасте 84 лет. К тому моменту многие французские живописцы, в том числе и ученик Энгра Эжен де Лакруа, успели неоднократно побывать на Востоке, однако работа самого мэтра оставалась столь же далекой от реалистичного изображения восточных дев, как и его большая Адалиска, написанная ровно полвека назад. Жан-Аугюст Доминик Энгр не ставил перед собой задачи прослыть ученым-этнографом. В круглой картине Тондо, этой любимой художниками Ренессанса в форме, он вновь славил сияющую красоту женщины, находясь весьма почтенным в возрасте, мастер собрал воедино женские образы, являвшиеся ранее в его полотнах. Поэт Шарль Бодлер, поклонник творчества Энгра, был убежден, что главным источником вдохновения для художника всегда являлась любовь к женщине. Он никогда не бывает так счастлив и могущественен, как в моменты, когда его гений находится под действием чар юной красоты. В своем стихотворении «Приглашение к путешествию» Бодлер создал образ той призрачной и изысканной чувственности, которая явилась в европейском ориентализме XIX века. Голубка моя, умчимся в края, где все, как и ты, совершенство, и будем мы там делить пополам и жизнь, и любовь, и блаженство. Это мир таинственной мечты, неги, ласк, любви и красоты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok